Слово для защиты подсудимого предоставляется однако вскоре. Спасибо, Ваша честь. Уважаемый суд, в какой-то мере это дело показательное. Оно удивительно тем, что все обвинение строится лишь только на показаниях потерпевшего. Никаких других улик и доказательств причастности моей подзащитной к этому преступлению не было найдено в ходе предварительного расследования, и они не были найдены и представлены здесь в ходе судебного заседания. И я объясню почему. Давайте разберемся, а кто же такой потерпевший? Это что, достопоченный гражданин нашего общества? Да нет, это человек, который был судим в 2008 году. И знаете за что? За то, что совершил дорожно-транспортные происшествия, в ходе которого погиб один человек. И самое главное, мы это знаем. Мы проводили проверки и выяснили, что ему удалось избежать серьезное наказание лишь только потому, чтобы он знал, как решать вопросы. И именно он, и мы выяснили это в ходе судебного заседания, на другой день после трагедии позвонил сам свидетелю Серову. И, видимо, он предложил ему сделку, которая в последующем была осуществлена. А периодически пыталась опорочить показания свидетелей Парина. Но и я вынужден возразить, потому что Парина четко представила события, которые произошли в этот день. А она не могла их знать. И могла знать историю, которая произошла за то, как она поселилась в этой квартире. Она не знала про культу. Про трагедию. Но она четко и последовательно давала здесь показания. Никаких отпечатков пальцев моей подзащитной не было ни на коляске, ни на одежде потерпевшей. Вся история была придумана им. Он за это получил свой приз. Ваши. Именно поэтому он давал здесь такие лживые показания. Ваша честь, каким образом появился Серов на речной клетке, мы слышали? Моя подзащитная явилась к своему бывшему супругу. Грубко выяснялось с ним отношения. Он вышел незадолго до этого, именно 13-го числа утром, у них произошел конфликт. И если прокурора смущает временной фактор, то именно этим утром, именно этим утром, входив на сыплом соль на рану, он восстановил в памяти те грустные воспоминания и события, которые произошли в 2008 году. Тогда, когда Серов лишился своей дивесты. Уважаемый суд, я также хотел обратить ваше внимание и на тот факт, что меняя квалификацию, вменяемые мои подзащитные преступления, обвинение выдвигает версию о том, что умысел у моей подзащитной причине тяжкий вред здоровью потерпевшего возник только тогда, когда он появился в подъезде на своей коляске. Это противоречит ее показаниям. А самое главное, показания потерпевшего, который, как мы видели на съемках, сказал, когда был эксперимент, он сказал, что я услышал шаги сзади, и меня столкнули. Это явный конфликт и противоречие показаниям, а самое главное. Мы все обратили внимание, что было видно, что между дверей, за которой бы якобы спряталась моя подзащитная, его коляска был срушат. А он сказал, я услышал шаги, повернулся, и она меня сзади заткнула. Поэтому я убежден, что как потерпевший говорит неправду, так и обвинение противоречит фактическим обстоятельствам произошедшего. Ваша честь, с учетом того, что обвинение не предоставило достаточного количества улик, я считаю, что вина моей подзащитной не доказана. Я прошу признать ее невиновной в этом деле, признать ее право на реабилитацию и дать возможность не покинуть этот зал судебного седания и увидеть своего ребенка. У меня сошли. Присаживайтесь. Судебное время не окончено. Судебное, встаньте. Вам предоставляется последнее слово. Ваша честь, я не сталкивала Антона. Да, я взяла их галя, но я сразу же выбежала из квартиры. Я больше ничего не делала. Все, вас присаживайтесь. Суд удаляется для внесения приговора. Продолжение следует...